МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите «Ноябрьск-24». Сейчас расскажем о главных событиях этой среды. За год 40 нарушителей. Парковки для инвалидов занимают здоровые, а штраф 5000 не останавливает. Опоздали на сутки. Самолет в Екатеринбург не смог вылететь вовремя. И на страницах ВОК работы фотографа из «Ноябрьска» появились в престижном журнале. Утвержден новый состав правительства страны. В него вошли три представителя Тюменской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Кабинет министров обновился почти наполовину. Свои посты сохранили Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии. Владимир Якушев остался министром строительства и ЖКХ. Еще один представитель Тюменской области – Валерий Фольков, ректор Тюменского государственного университета, назначен министром науки и высшего образования. Новый состав кабинета министров опубликован на официальном сайте правительства. Предыдущий кабинет с учетом самого председателя состоял из 32 человек. Из них 21 имели статус федеральных министров. В новом Кабмине стало на одного человека меньше. Прежнее правительство ушло в отставку после послания президента Федеральному собранию. Тогда Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию страны. Первое чтение законопроекта о внесении поправок состоится уже в четверг, 23 января, второе запланировано на февраль. Жители Ноябрьска не смогли во вторник улететь в Екатеринбург из-за технических проблем с самолетом. Борт, который должен был отправиться 21 января, задержали почти на сутки. Вылет перенесли на полдень 22 января. Как пояснили пассажирам в аэропорту, рейс авиакомпании «Ямал» не смог вылететь в назначенное время по техническим причинам. Каким конкретно, не уточнили. Людям предоставили питание, часть пассажиров разместили в гостинице. Перевозчик в соответствии с установленными правилами выполнил все свои обязательства. Уже три водителя в этом году получили штрафы за парковку в зоне действия знака «Инвалид». В 2019 году инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 38 таких нарушителей. А между тем, сами люди с ограниченными возможностями здоровья жалуются на несознательность горожан. Специальные места расположены ближе ко входу и слишком часто бывают заняты. В силу состояния здоровья парковками для особенных людей Роман Максимов вынужден пользоваться ежедневно. Огорчается. Выделенные места нередко бывают заняты обычными машинами. А на просьбу переставить авто и освободить место горожане не всегда реагируют адекватно. Люди игнорируют, вижу скандалы. И хотел бы также обратиться к молодым людям. Будьте взаимовежливы, потому что эта беда приходит негаданно. И когда она приходит, почему-то люди начинают осознавать и думать. Чаще всего специальными парковками инвалиды пользуются при поездках в большие магазины, на вокзал или в больницу. Вокруг ЦГБ, например, три автостоянки. И на каждой есть места, отмеченные специальным знаком. Особое внимание на эту территорию обращают и инспекторы ГИБДД. Пока экипаж дежурит на стоянке, правила никто не нарушает. У него есть справка, подтверждающая, что он является инвалидом второй группы. То есть, согласно правилам дорожного движения, он имеет право стоять по данным знакам. Но как только инспекторы уезжают, желающих встать поближе ко входу становится гораздо больше. А между тем, право на это имеют только инвалиды первой и второй группы. А также водители, которые перевозят детей, инвалидов или пассажиров с ограничениями по здоровью. Водитель механического транспортного средства обязан при себе иметь и по требованию сотрудника полиции предъявить им для проверки документ, подтверждающий факт установления инвалидности. В случае управления транспортным средством, на котором установлен опознавательный знак «Инвалид». Зона действия знака обозначается специальной табличкой, расположенной рядом с ним, или разметкой на парковке. Если разметку не видно, а таблички нет, то парковаться обычным водителям запрещено только на том месте, около которого расположен спецзнак. За нарушение правила предусмотрена весьма серьезная ответственность. Штраф в 5000 рублей и задержание транспортного средства. В 2019 году к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки стоянки транспортных средств инвалидов, привлечено 38 водителей. В 2020 году за текущий период привлечено 3 водителя. Одними наказаниями эту проблему не решить, уверены те, кто имеет право на парковку в особых местах. Водителям и обычным, и особенным стоит просто с уважением относиться друг к другу. Конечно надо. Распадею, что все заняты, проники тяжело. А это частенько бывают заняты. Евгения Девина, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. С 1 марта доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти будет по всей стране бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба Минкомсвязи. Решение принято на совещании представителей министерства с крупнейшими операторами связи. При пользовании бесплатными интернет-сервисами у абонента просто не будет тарифицироваться трафик. На сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе. Для справки, сегодня пользователями сервисов госуслуг являются 100 миллионов россиян. Именно столько человек официально зарегистрировано на портале. 91 700 рублей готовы предоставить безработным в Ноябрьске на открытие собственного дела. Прием заявлений от желающих уже начался. Главное требование к претенденту. Он должен быть официально признан безработным и состоять на учете в центре занятости. В прошлом году финансовую помощь получили 17 человек. В этом выдать субсидию планируют 12 кандидатам. Они должны написать бизнес-план и защитить его перед конкурсной комиссией. Как показывает практика, большинство открывает свое дело в сфере услуг. Заявления на участие принимают в центре занятости населения. 32 ямальца участвуют в полуфинале конкурса «Лидеры России-2020». Он пройдет в предстоящие выходные в Екатеринбурге. Всего до этого этапа в Уральском федеральном округе дошли 332 управленца. От Ямала – 32. Югру представляют 29 человек. Тюменскую область – 65. Пока не ясно, все ли они доберутся до Екатеринбурга. 24 января участники пройдут повторное компьютерное тестирование, чтобы подтвердить результаты онлайн-этапа. Если конкурсант не сможет сдать тест, его не допустят к дальнейшим испытаниям. Суперфинал конкурса пройдет в Сочи, и все, кто дойдет до него, получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Школьников со всей страны приглашают на профориентационную смену в Орленок. С 1 по 22 апреля там пройдет смена российских студенческих отрядов «Труд-крут». В течение двух недель участникам будут рассказывать о разных профессиях. Школьники попробуют создать совместные проекты, проявят свои знания и умения в конкурсной программе «Лучший боец смены», а также примут участие в деловой игре «Карьера. Шаг вперед». Кульминацией станет проведение Всероссийского слета и фестиваля российских студенческих отрядов. Подать заявление на участие в смене можно через автоматизированную систему Всероссийского детского центра «Орленок». Стало известно, дата проведения Дня оленевода в ноябрьский традиционный ямальский праздник запланирована на 21 марта. Организаторы обещают театрализованные выступления фольклорных ансамблей, соревнования в национальных видах спорта, катаний на снегоходах, мастер-классы, ярмарки и конкурсы. Праздник жителей Севера пройдет в 21 муниципалитете округа и будет кочевать из одного населенного пункта в другой. Первый назначен на 18 февраля на фактории «Карнат», а завершится цикл в селе Сияха 18 апреля. Наиболее масштабные мероприятия пройдут в Целихарде, Оксарке, Надыме, Тазовском, Ярсалену, Умурингое и Муравленко. Ноябрьский фотограф прославилась на весь мир. Работа Софьи Компанийцевой попала на страницы интернет-издания «Вог.Италия». Получить собственное портфолио там для фотографа задача непростая. Модерирует работы личный редактор сайта. Как создавался шедевр и какие планы молодая девушка ставит дальше, знает Яна Джуз. Каждая новая фотография должна быть заявкой на успех. С этой установкой Софья Компанийцева работает три года. За плечами девушки несколько сотен фотосессий. Совсем взрослые модели, молодежь и даже маленькие дети. Любовь к фотографии зародилась в самом раннем возрасте. С детства я собирала журналы «Италии Вог», смотрела топ-модель по-американски. Мне это все всегда нравилось, я всегда вдохновлялась. У меня дедушка фотографом был, и поэтому, возможно, я еще переняла его хобби. Каждый образ идеи самой Софьи, но роднее всего стиль 80-х-90-х. Именно он и приблизил фотографа на шаг к мечте. У меня цель попасть в «Италию Вог», и поэтому я долго рассматривала эти страницы, портфолио других фотографов, и решила все-таки отправить свой снимок к главному редактору онлайн-платформы «Италии Вог». Я отправила снимок, его опубликовали, и вот так он там появился. Что-то навеяно ретро-снимками, но, конечно, немножко модифицировано. Там есть, если посмотреть, неоновый свет, что-то такое. Новый взгляд на 90-е и 80-е. На снимке 11-классницы Велина Шейхудинова. В этом году девушка планирует поступать в Тюмень. В планах связать свою жизнь с модельным бизнесом. Такой старт, признается, вполне удачный. Я такого не ожидала. Когда Соня мне прислала это, писала, посмотри, твоя фотография на странице Вог. Я в это не поверила. И когда зашла, увидела это все своими глазами, я очень сильно удивилась. Это очень приятно. Благодаря снимку у фотографа теперь есть личное портфолио в итальянском Вог. Но на достигнутом, говорит девушка, она точно не остановится. Яна Джуз, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. Российский Центр освоения Арктики принимает заявки от ученых для участия в исследовательской экспедиции «Ямал-Арктика-2020». Подобные экспедиции проводятся на Ямале с 2012 года и собирают до 40 научных коллективов не только из России, но и из других стран. В этом году участники экспедиции смогут провести работу на острове Белый, полуострове Гдан и в районе Полярного Урала. Ученые будут изучать популяцию белых медведей, диких северных оленей и редких видов птиц, а также вести мониторинг почв и пород. Для участия в экспедиции ученым необходимо подать заявку и описать цели и задачи своей деятельности. Сделать это можно на официальном сайте Российского Центра освоения Арктики. На Ямале зимники в этом сезоне до сих пор не эксплуатируются в полном объеме. Причина – теплая зима. В этом году температура на 7-8 градусов выше климатической нормы и в результате дорожникам не удается нарастить лед на переправах. Чтобы выдержать вес большегруза, толщина покрытия должна быть не менее полутора-двух метров. Сезонные дороги периодически закрывают или вводят ограничения по грузам. А зимник Оксарка занимал Панаевский Арсале и вовсе не был введен в эксплуатацию. Аномально теплые зимы, уверены ученые, закономерный и необратимый процесс. Особо заметны эти изменения именно в Арктике. Как пишет российская газета, ссылаясь на НИИ Росгидромета, к концу века зимы на Крайнем Севере могут быть теплее еще на 10 градусов, а лето – на 5. Далее мои коллеги расскажут о погоде и спорте. Не пропустите! Субтитры создавал DimaTorzok